Здравствуйте друзья! В этом уроке я, по вашим запросам в комментариях к предыдущим видео, посвященным работе Home Assistant в виде виртуальной машины в Proxmox, покажу простой способ решения задачи получения температуры процессора, материнской платы и SSD диска. Это необходимо для полноценного мониторинга состояния здоровья системы, особенно актуально для безвентиляторных систем, где отсутствует активное охлаждение. Необходимые материалы в текстовом виде, команды, код скрипта, ссылки вы найдете в описании под видео. Перед тем как мы начнем, по традиции, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей, которые интересуются темой умного дома и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Особенностью данного метода установки является то, что операционная система ХАОС и сам Home Assistant установлены в виде виртуальной машины. И доступ к аппаратным ресурсам физического сервера тут ограничен настройками системы. Подробнее об этом я рассказывал в предыдущих видео по этой теме, ссылки в описании. Одним из проявлений этой особенности является то, что стандартный сенсор платформы System Monitor, который показывает температуру центрального процессора, не работает. А для полноценного мониторинга здоровья аппаратной части сервера, без него обойтись сложно. Вариантов решения этой задачи много, но этот метод мне понравился своей простотой, удобством и тем, что кроме температуры процессора мы получим температуру чипсета и жесткого диска. В интерфейсе Proxmox выбираем корневую систему, у меня она называется N100 и переходим на вкладку Shell. Нам нужно установить пакет LM Sensor, который предназначен для мониторинга аппаратных сенсоров в linux системах. Все команды и ссылки вы найдете в текстовом файле ссылка в описании. Устанавливается он довольно быстро, тут никаких сложностей быть не должно. Для вставки команд из буфера обмена, можно пользоваться комбинацией shift insert или правая клавиша мышки вставить. Давайте посмотрим как работает этот пакет. Запускается он командой sensors, в выводе которой есть вся интересующая нас информация. Этот блок относится к процессору. Он показывает температуру каждого ядра и всего процессорного пакета. Мониторить мы будем общую температуру. Этот блок показывает температуру считанного саспи совместимого датчика связанного с материнской платой. И третий блок информация о температуре SSD. Тут есть общая температура устройства и данные с отдельных температурных датчиков. Использовать будем общую температуру. Данные у нас есть, теперь их нужно каким-то образом передать в Home Assistant. Когда вы входите в интерфейс Home Assistant, то используйте логин и пароль. Для организации технического доступа на уровне систем, передачи и получения различных данных используются токены доступа. Переходим на вкладку профиль и прокручиваем вниз до раздела долгосрочных токенов доступа. Нажимаем создать токен. Вводим название для токена, любое, оно не имеет важного значения и нажимаем ок. Токен представляет собой длинную последовательность символов, цифровой ключ. Он отображается только один раз, потом его посмотреть будет нельзя, только пересоздать. Срок жизни такого ключа 10 лет. Копируем и сохраняем код токена. Собирать данные мы будем при помощи скрипта, который будет запускаться на уровне Proxmox. Собирать данные с сенсоров, для этого мы и устанавливали пакет LMSensors и отправлять их в Home Assistant. В файле описания будет ссылка на оригинальный репозиторий откуда я его взял и на конкретно эту версию показанную в уроке. Копируем скрипт в какой-то текстовый редактор, я использую Notepad++, можно простой блокнот. Первый блок настройки Home Assistant. Они нужны скрипту, чтобы знать куда отправлять данные. Меняем IP адрес на свой, остальную часть ссылки не трогаем. Во вторую строку вставляем код созданного токена, который и позволяет скрипту подключаться к системе. Причем он сам будет там создавать сенсоры температуры, в самом Home Assistant ничего дополнительно делать не нужно. Следующий блок это префикс, который будет добавляться к имени сенсора. В данном случае в Home Assistant созданные этим скриптом объекты называются sensor.n100 и дальше CPU температур, чипсет температур или NVMe температур. Этот блок на данный момент ни на что не влияет, эти названия в Home Assistant не передаются. Он был в оригинальном скрипте, я его не убирал. Кроме своих настроек сервера, мой скрипт отличается от оригинала только описаниями, они переведены с португальского на английский. Теперь подготовленный скрипт нужно перенести на Proxmox. Возвращаемся в его интерфейс вкладка Shell. Тут запустим редактор nano, которым создадим файл. В этом примере он называется h-post-temp-shell. Открывается пустое окно, в которое вставляем из текстового редактора подготовленный код скрипта. Подготовка заключается в изменении IP адреса сервера, указание своего токена, желаемого префикса для сервера и, это не обязательно, заполнение блока информации. Нажимаем Ctrl X для выхода и подтверждаем клавишей s-сохранение. Файл скриптом создан, но пока это простой текстовый файл, запускать мы его не можем. Нам нужно сделать его исполняемым, для этого даем ему соответствующий атрибут команды chmod. Теперь проверим его работу, но для запуска нужно указывать полный путь к файлу, а он находится в домашней папке суперпользователя root. Вот так выглядит вывод скрипта. Он собирает данные с сенсоров, формирует пакет данных, в котором указаны названия сенсоров, friendly name и даже иконки. Им присваиваются значения полученные с сенсоров температуры, и все это отправляется в Home Assistant. Как я и сказал в Home Assistant ничего дополнительно делать не надо, скрипт сам создает сенсоры, которые легко найти на вкладке состояние по префиксу, у меня это N100. Все работает, осталось лишь автоматизировать запуск скрипта, чтобы данные обновлялись, для этого используется сервис крон. В моей установке для пользователя root еще нет задач в крон планировщик пустой. Тут предлагается выбрать редактор, указываем 1 для запуска nano. Так по умолчанию выглядит пустой планировщик. Крон имеет достаточно гибкие настройки по расписанию для выполнения команд, кому интересно можете посчитать информации много. В этом случае созданный нами скрипт будет запускаться 1 раз в минуту. Чаще не вижу необходимости, думаю что и раз в 5 минут будет достаточно, но пока оставил ежеминутно. Нажимаем Ctrl X для выхода и подтверждаем клавишу есть сохранение. Мы добавили в расписание новую задачу, теперь нужно перезапустить сервис для применения изменений. Напомню что все команды в текстовом виде доступны в файле описаний. После запуска можно проверить статус сервиса крон. Все хорошо, мы видим что сервис активен и работает. Вот так сейчас выглядит Home Assistant установленный на Proxmox. Я сначала думал просто развернуть бэкап основного сервера, чтобы перейти на новую аппаратную платформу, но потом решил пойти по длинному пути. Это будет новый сервер написанный с нуля, конечно с использованием уже существующих наработок, но все будет делаться по стандартам, к которым я пришел за годы работы с Home Assistant. Динамика изменения температуры процессора, которую скрипт отправляет каждую минуту с Proxmox. Температура с ASPI датчика за несколько часов так и не менялась, возможно в моем случае реального датчика просто нет и тут просто какое-то рандомное значение. По диску температура меняется, что видно по графику, значит работает все корректно. На этом все, поставленную задачу мы выполнили, причем достаточно простым на мой взгляд способом, запуском скрипта на хостовой операционной системе, который берет на себя все заботы по сбору и отправке данных, а также создании сенсоров Home Assistant. Если видео было вам полезно и интересно, ставьте лайк, это поможет его продвижению на YouTube, а чтобы не пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. В описании вы найдете все необходимое, ссылки на текстовый файл с командами и скриптом, другие видео по этой теме, а также мой телеграм-канал, страницу в Facebook и группу для общения по вопросам умного дома, присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры создавал DimaTorzok